Россия рухнула до уровня Африки в мировом рейтинге свободы интернета. Россия вошла в топ-15 стран мира по уровню репрессий в отношении интернета, следует так из ежегодного исследования американской неправительственной организации Freedom House. В мировом рейтинге интернет-свобод Freedom of the Net 2021 Россия заняла 50 место из 63 возможных. Пропустив вперед даже ряд африканских стран. С 30 баллами из максимальных 100 Россия попала в группу из двух десятков государств, где интернет не признан даже частично свободным. Это в частности Руанда, Судан, Белоруссия, Узбекистан, Венесуэла, Эфиопия, Саудовская Аравия, а также ежегодные антилидеры рейтинга свобод Иран и Китай. Российское правительство построило целый лабиринт из норм и правил, которые должны соблюдать иностранные компании, пишут так авторы исследования. В январе 2021 года был принят закон, позволяющий штрафовать зарубежные платформы за отказ удалять контент по требованию властей. А в феврале появился еще один закон, требующий от них самостоятельно выявлять и удалять противоправную информацию, координируя свои действия с Роскомнадзором. Напряжение в отношениях России с иностранными платформами достигло точки кипения в марте, когда РКН начал замедлить трафик Твиттера из-за того, что компания не выполнила приказы об удалении информации, связанной с протестами и арестом лидера оппозиции Алексея Навального. Говорится так в исследовании. Резкое усиление цензуры в российском интернет-пространстве началось после аннексии Крыма и развала отношений с Западом. Так в рейтинге 2014 года 46 баллов из 100, на 16 больше, чем сейчас, и относилось к группе, где интернет частично свободен. Сейчас же, по мнению Freedom House, в России выполняются 79 условий несвободы интернета, блокируются соцсети и средства коммуникации, блокируется политический, социальный и религиозный контент. Про-правительственные комментаторы-боты манипулируют онлайн-дискуссиями, принимаются законы, усиливающие цензуру, блогеры подвергаются арестам и физическому насилию. На критиков правительства осуществляются технологические атаки, антимонопольное расследование против IT-гигантов, которые проводятся во всем мире и в авторитарных режимах используются для политических интересов руководства и в целях усиления контроля за информационным пространством и доступом к чувствительным данным. Отмечает так Freedom House. В качестве примера в исследовании приводится дело FAS против Google, возбужденное в апреле 2021 года. Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующем положении на рынке видеохостинга после того, как ряд российских госмедиа пожаловались на ограничения, наложенные YouTube. Лидером по уровню свободы интернета в рейтинге Freedom House стала Исландия. Далее следует Эстония, Канада, Коста-Рика, Тайвань, Германия. Но еще в марте Путин назвал интернет угрозой для общества. Ну вот выбиваетесь вы из рук, нельзя на вас узду надеть. Поэтому, конечно, интернет это угроза не для общества, а для людей, которые управляют обществом. Потому что люди становятся неуправляемыми. Они начинают много знать, познавать, интересоваться. Поэтому такие люди, которые интересуются и знают, опасны для государства, которое занимается террором. Интернет может привести к разрушению общества, если его не подчинить законам морали, заявил президент России Владимир Путин. Интернет уже проник во все сферы нашей жизни. И по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри, сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Он добавил, что очень хочет, чтобы понимание этой опасности было у подавляющего большинства граждан. Потому что если этого не будет, изнутри нас всегда будут раскачивать. Так процитировали Путина. Интернет, по словам президента, используется для вовлечения несовершеннолетних в незаконные акции, распространения наркотиков и доведения детей до суицида. Мы, к сожалению, сталкиваемся там не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий. Все взрослые люди знаем об этом. Чего скрывать? Речь Путина. Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки с вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед. Рассказал так Путин. Когда полиция добирается до этих уродов, это слова президента, друзья, это не мои. Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидит в интернете такой-то крутой Рэмбо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к тому. Как только полиция зашла в штаны, навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко, сказал президент. Это страшно. Это страшно, что у президента такой грязный язык. Это страшно, когда президент подбирает такие заведомо грязные выражения. Навалить штаны, ублюдок, урод, букашка, раздавить не жалко. Это что за речь президента? И никто не делает ему замечаний? Ведь эту речь ему пишут. Понятно, что костюмчик зачитывает все то, что ему подсовывают. Ну что вы там, в Кремле? Вы что там поганите язык президента? Как же можно, чтобы президент выражался таким языком? Ну никогда такого не было, чтобы у президента был такой грязный язык. Я вам еще раз прочитаю, друзья, чтобы вы поняли, о какой грязи идет речь. Итак, цитирую прямую речь Путина. Когда полиция добирается до этих уродов? Одно дело, когда сидит в интернете такой крутой Рэмбо, толкает девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать. Выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла, в штаны и навалил в прямом смысле этого слова. Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко. Ну вот такие страшные слова президента. Я вам процитировала, но я в шоке от таких слов. Накануне Путин выступает на коллегии МВД, где также обрушился с критикой на интернет, где, по его словам, по словам президента, распространяется совершенно неприемлемый контент. Президент поручил полиции совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-пространства и активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия. С 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым владельцы, провайдеры, соцсетей, других интернет-площадок обязаны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. Но вы понимаете, что свою работу перекладывают на плечи других. Это нужно создавать целый отдел, который будет заниматься политическими выявлениями несогласных. За невыполнение этих требований установлены штрафы, и правоохранительным органам важно обеспечить действенную правоприемлемую практику. Под данному закону заявил Путин. Он добавил, что свободный обмен информацией и распространение разрушительных для общества материалов Это разные вещи, которые надо четко разделять. Как разделят, интересно, распространение свободной информации и разрушительных для общества материалов. Как сам Путин может это разделить? И как это будут разделять люди? Я уверяю вас, у каждого человека свой менталитет, и каждый человек в силу своего менталитета будет это разделять. У Путина один менталитет. Он, скажем, многие вещи может пропустить. Раздел свободный обмен информацией. А полиция, какой-то чиновник сидит, у него совершенно другой менталитет, дубовый. И он много информации поместит не в раздел свободный обмен информацией, а в раздел распространения разрушительных для общества материалов. Но кто это общество, друзья? Это мы с вами. То есть нам с вами диктуют, что нам нужно читать, а что не нужно. Это опускание железного занавеса, о чем я вам рассказывала уже в течение, ну, с января, наверное, месяца этого года точно. Идет опускание железного занавеса. Как и раньше. Назад в СССР? Ведь боты не даром кричат. Назад в СССР. И им якобы нравится Советский Союз. Ну что же, назад, да? Назад давайте. В СССР железный занавес вам. Или вы хотите выбирать? Вот это будет в СССР, а этого не будет? Нет, друзья. Уж если в СССР, так давайте прямо прямиком со всем тем, что было, туда и прыгайте, друзья. В эту адову пасть. Пасть террора и железного занавеса. Я Таня Карацуба, Сигинбургхан.